Хитрости хозяек из СССР, с помощью которых наши мамы и бабушки упрощали себе быт. Сегодня я раскрою вам целых 15 секретов для дома. Надеюсь, эти милые и полезные хитрости пригодятся вам в быту. Всем привет, меня зовут Саша. И начать я хочу с хитрости для дома, которой со мной поделилась подписчица моего телеграм-канала. Она вспомнила, что в их семье, чтобы передвинуть тяжелую мебель, ранее использовались кусочки мыла. А точнее, обмылки. Я решила проверить это на своем диване. В обычном состоянии, чтобы его сдвинуть, мне нужно приложить немало усилий. Но как только я положила обмылки под ножки этого дивана, сдвинуть его с места, оказалось расплюнуть. И лично мне очень пригодится эта хитрость из прошлого. А вы о ней знали? Да уж, для чего только не использовалось ранее мыло. В особенности хозяйственное. Мы сегодня еще коснемся этой темы. Пока давайте попробуем сделать средство, с помощью которого раньше в некоторых семьях мыли посуду. Понадобятся нам для этого колготки, чулки. Можно отрезать от них часть носка. Далее помещаем хозяйственное мыло. И завязываем, либо зашиваем открытую часть гольфа. Получается такое мыло в тихле. И вот теперь, обильно смочив его водой, мы можем помыть посуду. Вот такое народное средство. А можно пойти еще дальше. Ведь, как мне рассказывали, некоторые хозяйки в СССР с помощью колготок и мыла создавали не только губки для мытья посуду, но и целые мочалки. И я решила попробовать этот способ. Очень хорошо мылится такая мочалка. А вот выполаскивать ее оказалось сложновато. Но идея мне очень понравилась. Кстати, возвращаясь к теме мытья посуды, ранее использовалось для этого не только хозяйственное мыло, но также сода или горчица. Получается такое очень эффективное и экологичное средство. Нам не нужно потом долго выполаскивать посуду. Можно смешать и горчицу, и соду. И тогда тарелочки можно будет отмывать до скрипа. Я знаю, что некоторые мои подписчики до сих пор используют такое средство для мытья посуды. Когда я думаю о том, из чего состоял вообще процесс уборки в детстве, то мне сразу на ум приходят наши субботние дни, потому что именно в этот день у нас была генеральная уборка дома. И, конечно, нужно было обязательно тщательно вымести все ковры. Для этого мы использовали обычный веник, мочили его в воде, чтобы не поднимать пыль и чтобы мокрый веник мог захватить какие-то мелкие частицы с ковра. Интересно, кто-нибудь до сих пор пользуется обычными вениками для уборки ковра? Напишите в комментариях. Но, конечно, никакой даже самый продвинутый веник не может сравниться с мощностью пылесоса. Например, посмотрите, сколько пыли и мусора может собрать мой пылесос GVC с мощностью всасывания 130 Вт. Он отлично собирает кошачью шерсть, пыль, волосы, мелкий мусор. Благодаря вместительному контейнеру объемом 1,2 литра процесс уборки можно не прерывать. Диван я чищу специальной насадкой и каждый раз поражаюсь, сколько песка остается в контейнере для сбора пыли. Откуда он берется, я не понимаю. Для пола и ковров я использую вот такую универсальную щетку. Четырехступенчатая система фильтрации этого пылесоса защищает дом от мельчайших частиц пыли. Но больше всего мне нравится щелевая насадка. Ей легко вычистить пыль и грязь из всех труднодоступных мест. Например, почистить торшер. У пылесоса GVC 5-метровый шнур, поэтому я могу дотянуться до любого уголка в комнате, не переключая его из розетки в розетку. А еще это очень легкий пылесос. Он пришел ко мне вот в такой маленькой коробке. Я заказывала его на Озон по очень привлекательной цене. Его может себе позволить каждая хозяйка. Такая обычная вещь, как футляр от закончившейся губной помады, не всегда уходила в мусорку. Хозяйки рукодельницы делали из таких футляров игольницы. У меня есть небольшой магнитик по размеру, поэтому я поместила его в футляр от помады. Теперь все иголки можно примагнитить. Но также можно использовать и кусочек губки для этих целей, просто отрезав его по нужному размеру. Также в СССР не по назначению использовались колготки, капронки, гольфы. Мы уже с вами обсудили о том, как с помощью них можно было сделать мочалку или губку для мытья посуды. А как насчет обуви? Если пройтись капроновым чулком по обуви, которую только что накремили, то это добавит ей блеск и глянец. Там, где прошло мое детство, зимы были не снежные, а больше грязные и дождливые. И поэтому в уходе за обувью применялось подсолнечное масло. После того, как обувь вымывалась, высушивалась, мы обрабатывали ее подсолнечным маслом. И это помогало сохранять обувь в относительной чистоте после прогулки по грязным улицам. Кроме того, потом такую обувь было проще мыть. Напишите в комментариях, делали ли вы так раньше или нет. Но кусочки ароматного и душистого мыла некоторые хозяйки использовали для ароматизации вещей. Их располагали рядом с одеждой на полке или выдвижных ящиков. Это помогало не только ароматизировать одежду, но и отгонять моль. Вернемся к хозяйственному мылу и нашей любимой соде. Сочетание этих двух продуктов помогало стирке многим хозяйкам в СССР. У всех хозяек эти рецепты немного разнятся, но я вам покажу один распространенный вариант. Хозяйственное мыло натирали на терке, добавляли соду, заливали водой и ставили на плиту. В эту воду погружали грязную одежду и все хорошенечко вываривали. При стирке таким способом кухонные полотенца становились идеально чистыми. Запах кухни, который они на себе обычно собирают, легко уходит после варки в этом составе. Пятна при таком способе отлично отстирываются. Раньше пакетированного чая не было. Да, и заваренный чай был не самым нашим любимым напитком. Больше всего мы любили выбежать в огород и нарвать листочков клубники, малины. Все это побросать в термос и залить кипятком. Ах, какой же вкусный и ароматный чай получался. Мне очень нравился. А зашивать дырки на носке было удобно, надев его на стеклянную бутылку. Пока ребенок был маленький, мы не покупали стеклянные елочные игрушки. Но в моем детстве новогодние игрушки были только стеклянные, пластиковых не было. И поэтому хранили мы их соответствующе. И чтобы они служили нам долго и не разбились при хранении, мы обкладывали их ватой. Большим количеством ваты. И эта вата, помню, переходила из года в год. А помните, для украшения новогодних костюмов часто использовались битые елочные игрушки. Их нужно было прямо в мелкий порошок измельчить. И тогда ими присыпали обувь, чтобы она переливалась. Или какие-то элементы новогоднего костюма. Жаль, что у меня сохранилось мало таких фотографий. Воспоминания очень интересные. Ставьте лайк этому видео, если гладите вещи на столе. Именно так делала моя бабушка. Я никогда не видела, чтобы она пользовалась гладильной доской. Большую часть жизни ее просто не было. А потом, даже когда она появилась, то стояла не у дел. И для того, чтобы погладить вещи, бабушка использовала обычный обеденный стол, накрытый простынью. Вам так понравилось мое прошлое видео с лайфхаками из СССР? Спасибо за комментарии, которые вы оставляли под прошлым роликом. Ну а если вы его еще не видели, то обязательно после просмотра данного видео переходите к первой части. До новой встречи! Ваша Саша! Продолжение следует...